Ульяновская область Ульяновская область – субъект Российской Федерации в составе Приволжского федерального округа. Административным центром региона является город Ульяновск, расположенный на берегу реки Волга. Здесь сосредоточены крупные промышленные производства, среди которых Ульяновский автозавод, самолетостроительные предприятия «Авиастар-СП», трикотажная фабрика «Русь», кондитерская фабрика «Волжанка» и заводы мировых корпораций «Придштоун», «Марс», «Легранд» и других. Активно развивается сельское хозяйство и ветроэнергетика. Население региона по состоянию на 2020 год составляет почти 1 миллион 230 тысяч человек. Городское население – около 75%. Из них порядка 6 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 399 детей с расстройствами аутистического спектра. В регионе выстроена эффективная система работы с детьми с рас. Создан комплексный план по обеспечению дошкольным, общим и дополнительным образованием. На территории Ульяновской области уделяется большое внимание равным возможностям для получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для детей с расстройством аутистического спектра. К сожалению, численность детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе растет. Так, по сравнению с 2017 годом, количество детей с расстройствами аутистического спектра выросло на 11,3%. Конечно, нас не может не беспокоить данные цифры, и поэтому система образования в регионе настроена на то, чтобы всесторонне создавать условия для таких детей, для получения качественного образования, начиная с дошкольного, и возможности социализироваться и получать профессиональное образование. Как и все, наверное, на территории Российской Федерации, мы идем двумя путями, двумя вариантами. Созданы условия для инклюзивного образования в общеобразовательных организациях. Так, 18 дошкольных образовательных организаций работают с детьми не только с ограниченными возможностями здоровья, но и конкретно с детьми с расстройством аутистического спектра. 56 школ общеобразовательных на территории Ульяновской области также имеют в составе своих обучающихся детей с расстройством аутистического спектра. В одном профессиональном образовательном учреждении обучаются дети и получают профессию, которые имеют диагноз расстройства аутистического спектра. Второй путь, по которому мы идем, это создание специальных условий в отдельных образовательных организациях. Их на территории Ульяновской области 13. Это и специальные школы, и школы с интернатами. 9 школ имеют интернаты, где также обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и есть дети с расстройством аутистического спектра. В 2017 году было принято смелое такое решение. Команда единомышленников, коллег из наших государственных образовательных организаций объединились, и министерство оказывало всестороннюю помощь и поддержку. И, соответственно, создан ресурсный комплексный центр по работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер 89» осуществляет свою деятельность с 1995 года. В настоящее время является одним из лидеров в образовательной отрасли региона. В 2015 году в школе-интернате номер 89 по инициативе родительской общественности и при поддержке Министерства образования и науки Ульяновской области был открыт класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Конечно, самая основная наша задача – это качественное образование детям дать и подготовить их к жизни в обществу. Поэтому у нас работает очень профессиональный коллектив. Он состоит из педагогических работников, в том числе специалистов, которые у нас работают с детьми. Это и педагоги-психологи, и логопеды, и дефектологи, и инструкторы АФК. И кроме этого у нас еще и большой штат медицинских работников, потому что у нас есть медицинская литерация. На средства областного бюджета и средства грантов, полученных по итогам конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, было организовано обучение специалистов, которые освоили новые технологии в работе с детьми данной категории. Элементы прикладного анализа поведения ABA, игровое взаимодействие и Дирфлуртайм. В школе-интернате номер 89 оснащен специализированным оборудованием и учебно-методическими комплексами кабинета ресурсного класса. Для родителей детей с расстройствами аутистического спектра и педагогов организованы обучающие мероприятия, семинары, конференции, мастер-классы. Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра является структурным подразделением школы-интерната номер 89. Ресурсный центр был создан для обеспечения методической, экспертной и информационно-аналитической поддержки образовательных организаций Ульяновской области, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра. Ключевая цель – повышение качества и обеспечение доступности образования детей целевой группы, социализация и интеграция их в общество. С момента открытия ресурсным центром было проведено множество мероприятий. В 2017 году мы были пятым центром в России. Сейчас их уже более 40 по России открытых региональных ресурсных центрах. Но мы были в числе первых пяти, поэтому это тоже накладывает особую на нашу ответственность, потому что надо было создать такую новую еще для России систему сопровождения детей с рас. В рамках деятельности ресурсного центра подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и науки Ульяновской области и Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с рас. Сформирован региональный банк данных по детям с расстройствами аутистического спектра в Ульяновской области, а также обеспечено взаимодействие организации образования, социальной защиты и здравоохранения. Ресурсным центром налажена система по сопровождению в России. выпускников дошкольных образовательных учреждений, встреча родителей с администрациями образовательных организаций, обучающие семинары для педагогов, занятия по подготовке детей к школе. Это позволяет успешно адаптировать детей с расстройствами аутистического спектра к последующему посещению школы. Специалисты ресурсного центра проводят коррекционно развивающие занятия, занятия по продуктивной деятельности, игровому взаимодействию, музыкально-ритмические и физкультурные уроки. Ежегодно региональный ресурсный центр проводит занятия более чем со 150 детьми с расстройствами аутистического спектра. Занятия проводятся как индивидуально, так и в малых подгруппах. В ресурсном центре работает школа компетентных родителей и проходит обучение по программе «Эрли Бёрд» – «Ранняя пташка». Мой сын посещает центр уже более трех лет, практически с самого создания. За это время, конечно, отметили огромные улучшения, намного стал активнее, занимается с удовольствием, бежит сюда. Всегда настроение отличное. Всех специалистов мы знаем в лицо, узнаем задолго и всегда. Очень скучаем, когда не можем попасть в центр. Успехи у нас, я бы сказала, даже большие. Мы стали посещать даже обычную школу, то есть в класс ходим, и это очень здорово. Это очень большие сдвиги с логопедом. Он с удовольствием приходит сюда заниматься музыкой, прекрасные педагоги, специалисты. Комплексный подход, применяемый в работе ресурсного центра и проводимые мероприятия, будут способствовать внедрению и апробации новых технологий адаптации и социализации детей с расстройствами аутистического спектра на территории региона, а также развитию профессиональных компетенций специалистов и привлечению внимания общества к данному вопросу. Ресурсный центр является ключевым звеном в системе помощи детям с расстройствами аутистического спектра, объединяя различные учреждения. Реабилитационные центры, детские сады, средние школы, коррекционные школы, школы-интернаты и даже музеи. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад номер 209» открыло первую группу для детей с расстройствами аутистического спектра в 2013 году. Для их комфортного пребывания, воспитания и обучения была оборудована развивающая предметно-пространственная среда, в которой были учтены возрастные и коррекционные особенности детей. В групповых помещениях прошла перепланировка и оборудованы кабинеты учителя-логопеда, учитель-дефектолога для осуществления коррекционной деятельности, приобретены специальные методические пособия, игры и игрушки. Для осуществления образовательной и досуговой деятельности в детском саду есть музыкальный, спортивный и малый спортивный залы, бассейн. В учреждении оборудована сенсорная комната и особая гордость – музей крестьянского быта у истоков земли русской. Мы можем организовывать инклюзивное образование и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду. Также вот то, что мы комбинированы учреждения, дают нам возможность индивидуально для каждого ребеночка подбирать особые условия, которые будут способствовать его успешному развитию. С детьми с расстройствами аутистического спектра работает команда профессионалов – психологи, логопеды, дефектологи, которые имеют соответствующее коррекционное образование по своему направлению работы, а воспитатели прошли обучение современным технологиям на курсах повышения квалификации. Также с детьми занимаются музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и инструктор по плаванию. За время работы учреждения из учреждения было выпущено 36 детей с расстройством аутистического спектра с различной тяжестью заболеваний. Они у нас пошли в различные школы, в ресурсные классы. Несколько детей пошло в общеобразовательные классы. Благодаря слаженной работе воспитателей и специалистов детского сада номер 209, долгий и постепенный процесс адаптации к детскому саду протекает максимально комфортно. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад номер 101» города Ульяновска является самой крупной организацией компенсирующей направленности в регионе. Детский сад посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью и расстройствами аутистического спектра. В 2019 году для детей с расстройствами аутистического спектра была открыта отдельная группа. В связи с тем, что, к сожалению, рост таких детей увеличивается в последнее время, с 1 сентября 2020 года была открыта еще одна группа. Конечно, мы стараемся для таких детей создать все максимальные условия для их успешной адаптации и социализации, для того, чтобы они наравне со всеми детьми пошли в школу. То есть мы обеспечиваем равные стартовые возможности. В детском саду с детьми работает команда специалистов – педагоги-психологи, учителя-дефектологи и логопеды, воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по адаптивной физической культуре. Педагог-психолог и учитель-дефектолог прошли первый дистанционный курс обучающей программы подготовки специалистов по прикладному анализу поведения уровней BCBA. В нашей группе создана специальная среда для детей с расстройствами аутистического спектра. Это визуальная поддержка, визуальное расписание, карточки ПЭС, которые мы изготавливаем самостоятельно, своими руками. Это уникальная мебель, которая отличается от мебели в других группах. Мебель у нас спокойных тонов, специальные столы с ограждающими стенками, за которыми дети занимаются. По результатам диагностики на всех детей с расстройствами аутистического спектра составляется индивидуальная программа, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений работы с ребенком и его родителями. Содержательный компонент индивидуального маршрута сопровождения ребенка зависит от выраженности проблемы в развитии, потенциальных возможностей, необходимых форм и участников сопровождения, выбора соответствующих коррекционных программ, методик и технологий. Помимо реализации индивидуальных маршрутов проводится коррекционно-развивающая работа для обеспечения комплексного психолого-педагогического воздействия на развитие ребенка. Она осуществляется в форме коррекционно-развивающих подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста и не дублируют школьных форм обучения. Таким образом, учет особенностей работы педагогов с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра, и совокупность работы специалистов в рамках реализации индивидуальной программы позволяет ребенку социализироваться и адаптироваться в обществе. В областном государственном общеобразовательном учреждении «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» номер 39 обучается 142 ребенка с интеллектуальными нарушениями, из них 8 обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Учреждение ставит перед собой задачу создать специальные условия для усвоения учебных программ, развития и социальной адаптации учащихся. Ключевой фактор – создание оптимальных условий для развития позитивных возможностей каждого ребенка. В школе устанавливают партнерские отношения с семьей каждого обучающегося, строят доверительные отношения между детьми, родителями и педагогами, выявляют проблемные вопросы у родителей обучающихся. Важный аспект в работе – это повышение педагогической компетентности родителей. В течение учебного года в школе проводятся обучающие семинары «Учимся вместе». Ну, именно смысл создания такой именно проектной деятельности, наверное, в первую очередь вовлечении родителей в образовательную среду и для успешной социализации детей именно в нашем образовательном учреждении. Успех образования и социализации аутичного ребенка, обучающегося в 39-й школе, тесно связан с возможностью междисциплинарной координации всех специалистов, работающих с данным ребенком и взаимодействия с родителями. Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер 16 расположена в центре большого жилого массива. Здесь обучаются 16 детей с расстройствами аутистического спектра, что составляет порядка 10% от общего числа учащихся начальной школы, имеющих задержку психического развития. Практически у всех обучающихся с раз наблюдаются нарушения в развитии коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы и трудности становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой. В школе работает сплоченная команда квалифицированных профессиональных педагогов. Это учителя начальных классов, учителя-предметники, это тьютеры детей с ограниченными возможностями здоровья, это психологи, это учителя-логопеды, учитель-дефектолог. С первых дней поступления ребенка с расстройствами аутистического спектра в школу-интернат номер 16 с ними начинает работать команда узких специалистов. Проводятся комплексные реабилитационные мероприятия, направленные на коррекцию в развитии, начиная от диагностики, в рамках которой оцениваются не только нарушения, но и резервы ребенка, и заканчивая составлением индивидуальной программы реабилитации. Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами. Формирование коммуникативного поведения с фронтальными и индивидуальными занятиями, музыкально-ритмические занятия, социально-бытовая ориентировка. Муниципально-бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска, средняя школа номер 73, открыла ресурсный класс в сентябре 2020 года. В классе семь индивидуальных рабочих мест для работы с обучающимися совместно с тьютером. Также организована зона для групповых занятий. Имеется сенсорная зона, необходимая компьютерная техника и дидактический материал. Хочется отметить, что ресурсный класс – это не коррекционный класс, и не место изоляции. Это возможность у ребят данной категории получить одновременно инклюзивное образование, то есть выходя в обычный класс, а также индивидуальный подход. В этом ресурсном классе получить помощь специалистов. На сегодняшний день с детьми с расстройствами аутистического спектра в школе работают педагог-психолог, учитель-логопед, учитель ресурсного класса. В течение дня с каждым ребенком находится тьютер. В школе в течение учебного года проводится родительские лектории, индивидуальное консультирование родителей по выявлению сложности в освоении коммуникативных навыков и умений, речевого развития, внедрении систем альтернативной коммуникации. Налажен процесс установления партнерских отношений с семьей каждого обучающегося и построения доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами. Для этого в начале учебного года проводятся анкетирования, выявляются проблемные вопросы у родителей обучающихся, повышается педагогическая компетентность отцов и матерей. Заключено соглашение между школой и региональным ресурсным центром по комплексному сопровождению детей с РАС. В рамках этого соглашения будут проводиться обучающие мероприятия, оказываться методическая и экспертная помощь. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средней школы номер 42 является участником государственной программы «Доступная среда» с 2013 года. За прошедшее время педагогическим коллективом накоплен большой опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса в номинации «Лучшая инклюзивная школа России». Всего в школе обучается 814 человек, из них 173 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 22% от общего количества учащихся. На первых этапах обучения ребенку с нарушениями предлагается среда и виды деятельности, наилучшим образом адаптированные к его способностям и возможностям. Образовательный маршрут строится с учетом динамической оценки возможностей ребенка. При включении в социальную группу согласованная работа команды специалистов и родителей ребенка с раз. Особо значимо для этих ребят обучение наравне с остальными ребятами, чтобы они полностью социализировались и адаптировались к окружающему миру, к окружающей среде, то есть это очень важная часть в процессе их обучения и воспитания. То есть они полностью находятся на одной ступенчике с остальными детьми, что помогает им быстрее социализироваться, развить свои способности, свои таланты, адаптироваться и чувствовать себя абсолютно полноценными членами общества. Организован процесс индивидуальной коррекционно развивающей работы с учащимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов с учителем-логопедом, педагогом-психологом и учителем-дефектологом. Большая работа проводится с родителями обучающихся. Кроме организованных собраний и индивидуальных консультаций, родители имеют возможность в любое время посещать уроки. Таким образом, вокруг детей сразу создается атмосфера понимания и доброжелательности, организовывая их мир до тех пор, пока они не научатся делать это самостоятельно. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи развития работает с детьми со всей Ульяновской области. В Центре развития четыре структурных подразделения. Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, отдел коррекционной развивающей деятельности, отдел методического обеспечения психологических служб системы образования Ульяновской области и вновь открывшийся отдел медиабезопасности детей. С целью проведения комплексного диагностического обследования несовершеннолетних СРАС, разработки рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения ими образований и сопутствующего медицинского обслуживания, с 2017 года Центральной психолого-медико-педагогической комиссии были обследованы 141 ребенок СРАС. В рамках развития комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения детей СРАС специалистами Центра Рассвет в течение года регулярно осуществляется консультирование родителей, воспитывающих детей СРАС по следующим вопросам, интегрированное и инклюзивное обучение детей с аутизмом, особенности воспитания ребенка СРАС в семье, создание специальных условий получения образования обучающихся СРАС. Центр очень тесно сотрудничает с региональным ресурсным центром по комплексному сопровождению детей СРАС. В рамках соглашения о сотрудничестве с специалистами ресурсного центра проводится углубленная диагностика для определения уровня развития навыков у детей СРАС, что позволяет более качественно членам комиссии определять образовательный маршрут. Вся работа психолого-медико-педагогической комиссии направлена на полноценное развитие ребенка СРАС, получение образования, необходимого для адаптации и социализации в обществе. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями подсолнуха работает в системе социального обслуживания семьи детей с 2001 года. В центре организуется комплексная социальная, медицинская, психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью нашей работы состоит в том, что, являясь ресурсным центром, мы обеспечиваем социальное сопровождение семей, где воспитываются дети с нарушением развития, от рождения и до содействия их трудоустройства. Мы принимаем ежегодно до 60 детей СРАС, и с ними работают психологи, логопеды, инструкторы по труду, инструкторы по физкультуре, проводятся специальные родительские школы для родителей. Также в подсолнухе проводится социальная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста от 18 до 35 лет. Основная деятельность учреждений ведется по двум направлениям. Первое – это медико-социальная реабилитация. Комплекс восстановительного лечения включает в себя функциональную диагностику, комплексный и сегментарный массаж, физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру с использованием лечебно-нагрузочных устройств «Гравитрон», «Адель», вертикализатора «Гросса», механотерапию, водолечение и медикаментозное лечение. Второе направление – это социальная и психолого-педагогическая реабилитация, которая осуществляется через включение детей в игровую, трудовую и социо-культурную деятельность. Работа проводится как в групповой, так и в индивидуальной формах. Деятельность ведется по четырем основным программам. Ранняя помощь для детей от полутора до четырех лет. Развитие предпосылок учебной деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья для ребят с четырех до девяти лет. Трудовая реабилитация и профориентация подростков с ограниченными возможностями здоровья для молодых людей от 18 до 35 лет и социокультурная реабилитация для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет и их родителей. Специалистами и инвалидами, посещающими реабилитационный центр подсолнух, ежегодно разрабатываются и реализуются социальные проекты, которые являются победителями областных, всероссийских и международных конкурсов. В настоящее время Государственное учреждение здравоохранения Детская специализированная психоневрологическая больница номер 1 оказывает специализированную неврологическую, психотерапевтическую, психолого-коррекционную, логопедическую, реабилитационную помощь детям в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающих в городе Ульяновске и Ульяновской области, а также детям с других регионов. Одновременно осуществляется педагогическая и социальная реабилитация детей и подростков с различными формами отклонений, психических функций, нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, с трудностями в общении, обучении и поведении. Работа с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра, представляет комплексную реабилитацию, одновременно охватывающую различные направления. Это особенные дети, и здесь нужно создать комфортные условия для того, чтобы ребенок оказался на те манипуляции, которые мы пытаемся с ним провести и простимулировать речь. Лечебная помощь строится на базе индивидуальной клинической оценки состояния ребенка и представляется разными лечебными компонентами – фармакотерапией, психотерапией, как индивидуальной, так и семейной, физиотерапией, массажем и другими видами. В этом плане еще и помогает кинезиотерапия. У нас работает бассейн, и дети эти занимаются индивидуально в бассейне. Если ребенок уже у нас не один курс, он знает процедуры, он готов к ним, он привык к ним, тогда малыми группами занимается, либо на ЛФК, либо в бассейне. Медикаментозная терапия при аутизме направлена на устранение отдельной симптоматики заболеваний. Система работает комплексно. Конечно, начинается не сразу вот так вот все, все процедуры в один день и сразу, постепенно. Основная роль в лечении детей сразу отводится психотерапии, психолого-педагогической коррекции, дефектологической помощи, занятиям с логопедом. Психотерапевтическая работа с ребенком и семьей направлена на коррекцию поведения, нивелирование тревожности, страха, а также на привлечение родителей к воспитательной работе с ребенком, обучение, приемам работы с ним. Существенную помощь оказывают и культурные учреждения региона. В Ульяновском областном корректическом музее имени Гончарова в рамках культурно-образовательной программы «Реабилитация сквозь культурную призму музея» разработаны и реализуются несколько проектов, направленных на социокультурную реабилитацию детей с расстройствами аутистического спектра. Проект «Оживший музей» – это театрализованная экскурсия в исполнении детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект адаптирует участников и зрителей к новым формам двигательной, речевой, поведенческой и познавательной активности. Регулярные публичные выступления сокращают барьер в общении с окружающим миром, социализируют ребенка, закрепляют внутрисемейные отношения. Основные задачи проекта – проведение цикла занятий по профессиональной ориентации на базе экспозиции музея передвижных выставок с демонстрацией музейного фонда. Дети с ограниченными возможностями здоровья обладевают базовыми навыками и умениями, основными музейными профессиями, такими как «Смотритель», «Сотрудник фондов», «Экскурсовод», знакомятся с историей, природой и культурой родного края на базе музейных экспозиций и фондовых коллекций. В зале, посвященном годам учебы Гончарова, разыгрывается сценка урока грамматики, где дети повторяют за учителем а, звуки, веде, глаголь. И здесь же, как пример для подражания, свои стихи читает Александр Сергеевич Пушкин в черном плаще с бакенбардами и в цилиндре. Во многом обновленная и торжественная обстановка залов подразумевает определенную форму поведения. Для репетиций не прерывается обычное экскурсионное обслуживание, поэтому формат общения требует соответствия поведенческих норм общепринятым. Сама обстановка диктует правила поведения в музейном пространстве. По распределению ролей учитывались логопедические возможности, иногда и их отсутствие, владение опорно-двигательным аппаратом и прочие психосоматические особенности участников проекта. По возможности дети играли одну-две роли и участвовали в массовых сценах. Вместе с детьми в театрализованной экскурсии самое активное участие принимают их родители, на которых ложится большая речевая нагрузка. Проект «Экосистема» — это комплекс интерактивных занятий природы родного края для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы и детей с расстройствами аутистического спектра. Занятия проводятся в постоянном контакте с реабилитационным центром, который отслеживает основные параметры психологического состояния детей, заполняются индивидуальные карты приобретенных навыков, психологических реакций и логопедических изменений. Подводя итог, можно отметить, что сейчас в Ульяновской области действует эффективная система работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. В планах продолжать начатые направления, открывать больше ресурсных классов в школах, участвовать в конкурсах и президентских грантах, а также улучшать систему ранней помощи. Специалисты региона видят в этом большой потенциал, так как ранняя диагностика расстройств аутистического спектра, в том числе с привлечением экспертов в медицинской отрасли, позволит более качественно работать с детьми и обеспечивать адаптацию социуму. Соответственно, мы не останавливаемся на достигнутом, и большие планы строим и в межведомственном взаимодействии. В настоящее время образовательные организации очень много работают в сотрудничестве с другими институтами, с другими учреждениями, и также мы работаем во взаимодействии с некоммерческими образовательными организациями, либо просто с некоммерческими организациями, работающими в социальной сфере, которым также интересна проблема семей, имеющей детей с расстройством аутистического спектра, и оказанием всесторонней помощи. В Ульяновской области разработан план мероприятий по реализации концепции комплексного сопровождения людей с рас, который включает в себя мероприятие от рождения ребенка и ранней диагностики до трудоустройства и создания тренировочных квартир. Вместе мы сможем. Все получится. Продолжение следует...